На улице Елизарова от Победы до Металлургов работает техника. В ночь на 23 ноября здесь приступили к аварийно-ямочному ремонту. Отремонтировать проблемный участок жители просили Дмитрия Азарова. Губернатор региона поручил администрации города оперативно провести работы. Они начались, как только позволили погодные условия. Привести в порядок предстоит около 60 квадратных метров дорожного полотна. Вначале карту очищают от грязи и воды, затем заливают литой асфальтобетонной смесью. В течение 15-20 минут она застывает и все, и можно спокойно по ней ездить, наступать. Никакой вибротрамбровки, ничего не надо, она все как бы своего свойства, все приходит в хорошую стоянку. Большая часть улицы мы сегодня за ночь планируем пройти. А это уже улица Алма-Атинская. С учетом обращения жителей подрядная организация вышла на участок дороги от улицы Старозагора до Республиканской. Здесь работы ведутся под той же технологией. По словам специалистов аварийный ямочный ремонт, здесь временная мера. С наступлением следующего дорожно-строительного сезона этот участок будет отремонтирован уже большими картами. На этом участке улицы Алма-Атинской предстоит устранить недочеты на площади в 400 квадратных метров. Всего уже по Самаре приведут в порядок почти 2700 квадратных метров дорожного полотна. Тех разрушений, которые появляются на улицах вследствие вот этого цикла размораживания оттаяваний, когда выпадает обильное количество осадков, потом настает плюс-минус вот эти качели и дают разрушения на объектах, которые в этом году, допустим, комплексным ремонтом, либо ремонтом картами не ремонтировались, но требуют к себе внимания. Чтобы моментально, в кратчайшие сроки снять вот этот имеющийся момент, что могут быть какие-то аварии, то есть выполняются работы именно по аварийный ямочный ремонт. То есть хочу подчеркнуть, что это именно не ремонт картами на всю ширину и на всю длину улиц, это именно снятие какой-то напряженности, аварийности на отдельно взятых участках автомобильных дорог города. Аварийный ямочный ремонт уже провели, в частности, на путепроводе по улице Физкультурной и на улице Земица. Это порядка 700 квадратных метров. Работы ведут, исходя из погодных условий, с учетом осадков и температуры на улице. Обновляют дороги ночью, чтобы не мешать движению транспорта. При этом учитываются данные мониторинга не только подведомственного МБУ «Дорожное хозяйство», но и обращения социальных сетей, в которых неравнодушные самарцы рассказывают об аварийных участках дорог. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События.